Белоснежный песок и вода с изумрудным оттенком. При определенном ракурсе операторы и фотографы поймут, здесь вполне можно сделать приморские кадры. На самом же деле мы в Кобринском районе. Это озеро вблизи деревни Каташи. Популярная локация для летнего отдыха не только у местных. Сюда съезжаются туристы со всей Беларуси. А уж в условиях пандемии, когда вылет за территорию страны к морю затруднен, за сушливую жару такое озеро вполне себе спасительный оазис. Отдохнуть в Кобринский район, житель самой северной точки региона Барановичей. Олег Поздняк привез жену Алену с сыном Артемом. А вот компания из столицы отдыхать озеро решила с огоньком. Пламя в мангале прямо под кроной дерева. Безопасно ли? Стоит ли рисковать, если достаточно передвинуть мангал на несколько метров? Предупреждают во время рейда по пляжам сотрудники областного лесохозяйственного объединения совместно с представителями Кобринского РУВД и ОМОН. Таких нарушений с огнем выявлено немало. И все же основная проблема отдыха возле воды – алкоголь. Очередной трагический пример. Ночью 17 июля здесь, на озере Каташи, утонули 22-летняя девушка и 31-летний мужчина. По предварительной информации, вечером компания из четырех граждан, жителей города Береза, приехали к нам на территорию пруда Каташи отмечать день рождения одного из участников компании. По имеющейся информации, компания вечером распивала спиртные напитки. Двое из членов этой компании легли спать, а двое пошли плавать на надувном матрасе. В результате чего и произошла случившаяся трагедия. Потому на пляжах сотрудники дежурят ежедневно. Только в этот горячий сезон в Кобринском районе за распитие алкоголя и воды уже оштрафованы 45 человек. Здесь же введен и запрет на посещение лесов. Почему, судя по количеству спасающихся от жары в тени деревьев, понимают не все. 99% из всех возникающих лесных пожаров, они возникают по причине лиц, которые присутствуют в лесном фонде, по причине людей. Может быть 1% только по природным причинам, может там сухая гроза будет. Поэтому малейшие присутствия, окурок оставленный, приводит в такие погодные условия к крупным лесным пожарам, которые очень сложно тушить. Пожары возникают верховые, они распространяются с большой скоростью и леса играют на больших площадях. Сейчас запрет на посещение лесов из-за четвертого уровня пожарной опасности действует в 11 и 16 районов Брестской области. Исключение Барановичский, Брестский, Малорийский, Жабенковский и Каменецкий районы. Но и эта информация регулярно обновляется. Запреты снимут, когда спадет жара. Пока же за несоблюдение правил введены штрафы до 12 базовых величин. Сам же рейд вышел не протокольным. Отдыхающих лишь предупреждали, спасаясь от жары, можно самим создать условия другой опасности. Владислав Бондарь, Роман Филютич, телерадиокомпания Брест.